Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр. И сегодня я расскажу вам о коляске, которая мне очень понравилась, друзья. Это будет такой обзор человека, которому коляска действительно по-настоящему понравилась. Не без причинных, друзья. Это не рекламный ролик, а именно просто обычный мой обзор. Но сразу вам скажу, я ее поюзал, посмотрел. И она мне понравилась своим именно качеством, качеством изготовления, подгонкой деталей. Это я сейчас немножко забегаю вперед, поэтому имейте в виду. Сегодня мы с вами изучим колясочку. Она называется Spiro Nox. Это Spiro Brand. Это польский бренд, если вдруг кто не знает. И колясочка у нас в первую очередь, наверное, для путешествий, для асфальта. Да, зимой, конечно, на ней такое себе ездить. Если прям чищена, то можно, конечно, если для этого есть в комплектации накидка на ножки. И давайте я сразу достану. Вот такая вот накидочка на ножки. Ну, в принципе, она, как сказать, и осенью, и зимой будет, в принципе, тоже нормально. Если, конечно, снега не будет навалено. Она, самое главное, непродуваемая и непромокаемая. Вот, ну, промокнет что угодно, рано или поздно, но влагу держит достаточно долго. Она глубокая, закрывается, видите, внахлёст полностью. И глубоко закрывает ребёночка. Поэтому эту колясочку можно назвать как бы всесезонной, но, естественно, без снега. Где-то в южных наших регионах будет очень даже актуально. Или же вы поедете куда-то отдыхать на Новый год в Дубае, например. Вот, и очень хорошо для этого подойдёт колясочка. Так, смотрите, год даёт производитель гарантию весу коляски. Это же её и минус, но это же и сказалось на её качестве. В ней такое много железа, она очень крепкая. И она весит поэтому 9 килограмм, друзья. Она не пушинка, но добротная из-за этого. Так, угол наклона спинки здесь у нас 125-165. С полугода можно, потому что она лицом вперёд же едет. А до полугода вы должны ехать ещё против хода в люлечке. Поэтому с полугода до 4-5 лет приблизительно можно её эксплуатировать. 22 килограмма выдерживает коляска ребёнка. И колёсная база шириной здесь всего лишь 50 сантиметров. Вы везде поместитесь, даже в самолёте проскочите между рядов. Вот. Так что давайте разберём, что это за колясочка у нас такая. Сверху вниз начнём изучать. Что касается ручки, друзья, ручка здесь не регулируется по высоте. Она обита действительно приятным материалом, эко-кожей. С хорошей ровненькой прострочкой, с хорошим хватом, приятная. Почему я акцентирую внимание именно на то, что приятно. Она стоит абсолютно адекватных денег. Ссылка внизу в описании. Но за эти деньги мы получаем действительно классный продукт. Поэтому я акцентирую внимание на качестве этих вещей. С ручкой всё окей. По высоте. Вот у меня 186 сантиметров рост. И, соответственно, мне подходит очень хорошо. Но мне большинство колясок подходит. А вы поэтому проецируйте, как будет вам. Точные характеристики, высота от пола до ручки внизу в описании, в характеристиках на сайте. Первая коляска можете посмотреть. Что касается козырька. У нас тут есть вот такое вот окошечко с москиткой. Всё на магнитике. Всё аккуратненько. Сразу уже я открыл дополнительную секцию. Её на замочке можно закрыть, если надо. Вот. Козырёк достаточно большой, глубокий. Смотрите. Раз, секция. Два, три, четыре. И дополнительно ещё добавлены секции. По козырьку здесь, в принципе, претензий нет. Ещё хочу обратить внимание именно на ткани, друзья. Это такая плотная, плотная, как джинса. Что-то такое. Эта ткань, поверьте моему опыту, очень долго живёт и не теряет товарный вид. Это очень такая практичная, удачная ткань для колясок вообще, в принципе. Так, что касается сиденья, друзья. Вот, давайте сразу на него взглянем, чтобы к нему не возвращаться. Спинка, здесь вы видите, она достаточно высокая, что очень важно для рослых детей. Спинка высокая, достаточно мягенький такой матрасик использован. Что касается безопасности, друзья, здесь пятиточечные ремни с мягкими накладками и в паховой зоне, и в плечевой. И за эти деньги вы получаете все вот эти накладочки. Очень часто бывает, даже в цене выше колясок, с чего-то из этого, особенно в паховой зоне, могут сэкономить. Так, что касается у нас бампера. Здесь он у нас откидывается как калиточка, тоже обит эко-кожей. Крепления не пластиковые, а металлические. И вот даже вот в креплении бампера сделали металл, поэтому она вот и 9 килограмм весит. Но это прочная коляска из-за этого. Поэтому ей вес можно простить. Подножечко у нас здесь, где эти кнопочки, регулируется с помощью двух вот кнопочек здесь под обивкой. Вот они. Так опускаем. И тут у нас обивка эко-кожа, чтобы легко было с колясочкой ухаживать. Так, есть у нас также ступенька для ребеночка. Такой приблизительно ширины. И спокойно будет ребенок на колясочку залазить. Давайте посмотрим на нее вот с этой стороны. Регулируется она с помощью, вот видите, рычажочек. Все вот так вот опускаем. И с помощью тросика поднимаем. Вот сейчас я опущу его. И те 165 градусов хочу просто сразу вам показать в лежачем положении. В принципе, абсолютно адекватно ребенок может спокойно поспать и нет проблем. Так, в задней стеночке у нас есть вот такой небольшой, действительно небольшой кармашек. Но телефон сюда даже большой поместится. Вот эту часть можно у нас откинуть вот таким образом и освободить доступ для проветривания. Тоже все хорошо. И что мне нравится, здесь на липучке во всю длину она фиксируется и задувать ребенку не будет. Вдруг вы не летом будете ее эксплуатировать. Поэтому вот все с этим хорошо. Так, давайте посмотрим с вами на амортизацию. Что у нас здесь с амортизацией. Причем, друзья, амортизация мягкая. Не упругая бывает, что уж тяжело давить. А здесь абсолютно мягенькая амортизация. Сзади она немножечко поплотнее. Спереди прям вообще супер мягкая. Давайте заглянем с вами, собственно, в багажник посмотрим. Багажник здесь для такого рода коляски абсолютно адекватный. С нормальным доступом. Он большой. И что мне нравится, вот пластины, которые здесь вставлены в основание, они толстые и плотные. И багажник не будет провисать. Это очень здорово. Что касается колес, друзья. Здесь колеса достаточно мягкие и тихие. Вот, и это не надувные колеса, сразу говорю, естественно. И она едет достаточно тихо. Она не дребезжит, не скрипит, не такого вот брякания. Очень хорошо, плотно собрана колясочкой. И это благодаря колесам, соответственно, тоже. Тормоз у нас, видите, нажимаем тормозим и, соответственно, снизу толкаем и открываем тормоз. Обувь немножечко будете корябать. Я бы порекомендовал в каком-то мебельном магазине. Продаются такие вот для мебели, чтобы дверцы не хлопали. Такие махровые штучки. Я не знаю, как они правильно называются. Но они самоклеящиеся с одной стороны. И лучше вот сюда, с обратной стороны, клеить. И так вы не будете портить свою обувь. Так. По шасси мы с вами разобрали. Давайте теперь покажу, как она складывается. Что у нас там в комплекте еще идет. Дождевик еще будет идти в комплекте. Накидку на ножки я вам вначале показал. Комплектация хорошая. Единственное, можно докупить транспортировочную сумку, чтобы вы, когда летели, можно было в нее убирать. Чтобы сложить. Вот здесь вот малюсенькая кнопочка. И большая. Нажимаем маленькую, потом большую. И толкаем вперед. Вот, собственно, что мы получаем. Колясочка, вы видите, прекрасно. Она может стоять. И абсолютно маленькая, компактная конструкция получается. Поэтому, друзья, обязательно рекомендую, если вы что-то подобное ищите для своего ребенка, не проходите мимо в выборе этой модели. Потому что по цене и качеству очень годный, прикольный вариант. И она реально такая добротная. Если вас 9 килограмм устраивает, по всем остальном, она вас не разочарует. Это точно. Поэтому ссылка внизу, друзья, в описании. Если обзор был полезен, интересен, и что-то полезное для себя подчеркнули, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. А я желаю вам взять хороший, грамотный выбор коляской для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Продолжение следует...